всем привет я уже улетела в отпуск но сегодня 8 марта и я хочу поздравить всех женщин с этим прекрасным днем и у меня для вас кое-что есть сегодня я хочу познакомить вас одной прекрасной мамой которая воспитывает двух сыновей после развода между прочим сама показывает все как есть реальную жизнь без прикрас как она справляется со всеми трудностями все сложности материнства и как вообще с нуля начинает своими силами свое дело я давно смотрю канал и мне очень близок ее подход к отношению к материнству с юмором реальная жизнь как есть дает очень много полезных лайфхаков я кстати пару соняных игрушек купила именно после ее видео удачи можно подглядеть много разных штучек которые ну реально облегчат жизнь любой мамочки и кроме всего этого сегодня 8 марта у нее день рождения именно в этот день она презентовала серию детских книг приключения лучика в большом городе динозавров датси является автором этих книг и для вас она прислала одно послание давайте посмотрим привет меня зовут датси я мама двух малышей и автор серии детских книг приключения лучика в большом городе динозавров динозавров мои книги я посвящаю тебе маме которая с большой нежностью заботиться о развитии своего малыша порой эта задача кажется непосильной но упорство вера и неиссякаемая сила любви творят чудеса приключение лучика в большом городе динозавров станет любимой книгой для тебя и твоего крохи она подарит сокровенные моменты глубокого общения с ребенком поможет как в создании крепкой связи доверительных отношений так и в развитии малышей самых маленьких и постарше любознательных готовых радоваться и огорчаться исследовать неизведанное преодолевать сложное находить друзей и учиться всему новому таких как главный герой удивительный отважный динозавр лучик а еще это ярко иллюстрированная книга помощник для мам и пап заботливых понимающих стремящихся открыть и объяснить этот прекрасный но такой сложный мир своему ребенку эти книги я написала с большой любовью именно для тебя если вам понравились книги из этой серии то я вам оставлю ссылочку в описании на сайте вы можете их заказать также там вы можете узнать более подробно и о самой книге об авторе и о доставке тираж ограничен поэтому торопитесь я свои уже заказала ну и конечно же переходите на сам канал датцы мать-перемать реально очень классный канал я думаю вам понравится и передавайте от меня привет доброе утро ребята отвезла с вами в сад хочешь булочку возьми хотела поехать в apple store дабы кстати компьютеры на проверку но там такая очередь он только открылся он еще не открылся через пять минут должен был открыться и там уже стояла огромная очередь а я как бы одета не для того чтобы стоять на улице я замерзла и думаю ладно попробую попозже еще раз проехать и вот решила позавтракать позавтракать все в новом месте сейчас посмотрим как там будет я там еще не было если тут так же вкусно как красиво меню просто шикарное я там хотела все съесть иногда приходишь на кита завтраки смотришь ну боже ну что это а тут прям все 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 нравится посмотрите какие шикарные люстры мне прям очень понравилось я такую же хочу люстра очень красивая я такую обожаю а вот она еще и большая очень симпатичная мне нравится там пилой взрослой взрослой так выглядит очень шикарно попробуем ребята это был самый самый лучший завтрак в моей жизни это было так вкусно прям все было идеально этот брит булочка бриошь она была наинежнейшая вот там где я на днях завтракала эту булку есть невозможно было разрезать здесь она такой толщины было и она просто резалась как как облачко она таяла во рту рыбка была не как везде какая-то какая-то знаете тоненькая с какого-то магазина а как будто бы они сами и делали толстые такие куски наинежнейшие а яйца как надо авокадо спелый это был просто у меня прокладил это за секунду наверно это было так вкусно и он серьезно говорю это был лучший завтрак в моей жизни все это теперь моим любимым место для завтраков я заказал еще просто огромный посмотрите конечно я уже наелась чеснгаре это было большой завтрак но я решила попробовать вот такого завтрака день просто должен пройти сказочно то опасно с этой сумкой вот я только что в один из отделов как я думала положила кошелек вот так вот так я его положила стою а фото лежит вот здесь так я зашла проверить туалет это немаловажно блин я все это не говорил про это заведение тут даже есть пеленальные столи цветочки везде супер это было очень вкусно я просто подписана на некоторых с недавних пор на некоторых обозревателей ресторанов и кафеша в берлине и вот у них я увидела пару новых мест для завтрака я решила пойду попробую когда ты вкусно поешь тебя так хорошо ладно вот это могли бы и починить но тогда это был бы не берлин тихо шагает вдали обед рассветом и мглой будут делать опять операцию на зуб сказал принципе можно еще раз попробовать хирург посмотрел улыбался мне все это время наверное мои зубы понравились в общем сделала себе терминчик на операцию при операции это длится минут 15 а потом неделю ходить с этими швами во рту и открытому муж лучше сразу имплантатный плантат это тоже вырывать зуб потом пока ждать пока заживет потом этот шты вставлять тоже фигня ладно попробую пока так сейчас у нас почти час я значит еду тогда мне надо забрать денежки а это всегда приятно родители завтра приедут за сонечкой и чтобы они уже не готовили потому что туда-сюда будут ездить это сделаю я приготовлю им еды соберу сонины вещи тоже и чтобы они завтра поели и собой еще забрали для этого меня в магазин это кто тут у меня в кириной кофточке мы стоим еще вообще-то как дела смотрите у меня такой же это для двери до тюр штопор как он называется ну что дверь не стукалась об что-то или не две или не закрывалась всего 10 евро в чипу я брала заре просто дороже уже забрал по моей рекомендации эти как реклама блогеров работает моментально какой-то роман так страниц на пару тысяч наверно еще сто страниц офигеть тут фонарик если книжки по числе кстати тоже сегодня стена блин ну я не знаю ну что за цена мяско я взяла мяско свинина 25 евро но типа два килограмма ну 25 евро ну в смысле сосиски евро что за цены и понимаю реально уже не выгодно становится дома питаться тем более если ты одна на семью еще может быть одной когда то есть что не ешь половину выкидываю что проще когда проголдался что-то заказать чем покупать и дорогие продукты каждый раз когда прохожу тони бокс фигуры не все время кажется боже какая гениальная эта идея сделать один бокс музыкальный да ничего сложного и продавать просто миллион классных фигурок эти фигурок есть домики полочки куда их ставит а и на каждой фигурке петь домой песни или сказки мультиков бесконечное количество можете вода свинка ппо какие там песенки есть в мультике свинки пппо вот здесь они там например все записаны да или там будет сказка записаны или еще что-то да да шрек во первых очень прикольно сами фигурки да во вторых ну интересно деткам смотрите какой милый зайчик наверное там спокойночки это вот тинкабель или как этом завод тинкербель да ну очень классная идея как на мой взгляд просто соня сейчас не ну если смотрит что-то только на русском и поэтому на всех всех этих песен не знают но есть как бы и пустые фигурки куда вы можете свое что-то записывать да русские там например песенки или свои сказки или сами что-то записать вот пинокки но в будущем и это знаете вот написано например книжка от трех лет и это долгоиграющая подарок нам кстати это подарила подружка стали стала и мне кажется это так такая штучка которая на многие годы на два года на три на четыре на шесть до там детки могут бокс брать с собой и классно управлять ее можно кидать просто мега вот если вы не знаете что подарить ребенку от там не знает двух до шести лет или даже не знаю до скольки дарите тони бокс какой-нибудь классной фигуркой и потом да на любой какой-то праздник от раз какой-то там не за 8 марта или еще что-то вы можете всегда прийти в гости с новой например фигурка это не бокса на вот так она сверху ставится и подарить стоит они примерно мне не знаю где-то 15 евро по маму так что всегда можно прийти подарить фигурку если уже подарим тони бокс мне кажется это мега идея я бы хотела чтобы это придумала я но поздно уже кто-то придумал так и вот здесь прикольные есть смотрите на днюху когда это денежку хотите подарить смотрите открыть кошелечек сюда можно денежку положить прикольные такие мне понравились ли вот они фрау фан дельт прав и могил просто в рифму сказано что женщинам нужны денежки можно вот в чемоданчике полный чемодан денег прикольно пила sony очередную бутылочку для воды да потому что в садике что-то те которые я покупала там тоже такие есть она все время путают берет чужие взяла и такую вроде таких не видела в саду капец да я хотела взять с монстриками на думаю ладно пусть будет один раз прям такая розовая розовая с принцессами принципе рисуночек мне очень понравился колготочки там были в чего чего всегда что-то интересненькое есть бежевые и такие синие с улиткой на попе взяла попробовать хлопья чё там зубную пасту я взяла новую щеточку взяла и где 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 а вот щеточка такая тоже прикольная стоит на ножках и где фанта вот хочу фанта взяла счет эту штуку такая уродливая ну капец и такая огромная но я просто заколебалась чистить яблоки ну разрезать вот эту серединку поэтому буквально вчера стояла думаю нужна такая штука и вот взяла фанта всего 19 калорий на 100 грамм на ранчо на ранчо это мандарин да на испанском помогу а как так она она что не такая калорийная что-то хочется фанты фанты хочется очень сильно мне кажется подсаживаюсь на сладкие напитки кола фанта спрайт люблю именно сдос пить хотя сейчас мне напишут ты не знаешь где они стояли они такие грязные согласно время пол третьего поеду за я купила ей подложу думаю эту свинью и на сиденье такая зайдет машина я даже знаю как у нее будет реакция кто это хрю хрю свинья а спасибо сказать обратно вот так и дай все на лужке она опять на лужайке вот мы хрюндель такая грязненькая забирай ее садик это капец сонь завтра приезжают бабушка с дедушкой класс поедешь к ним в гости где-то поедешь играться да 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 без промедления конечно сонка садат вверх давай ручку приехали масло для машины еще посмотреть по ходу сегодня едем сони в хаве завтра должны были родители приехать но случились непредвиденные обстоятельства и родители приехать не смогут и придется ехать мне скорее всего мне удобнее это сделать будет сегодня что там фиточки вкусно пахнут пойдем мышь то ли пушить идем вот сюда сон вот сюда иди туда беги покажи что у тебя там покажи покажи ух ты ух ты подарочек ух ты какая-то гимнастка аккуратненько ух ты ух ты ага класс я вижу я вижу да я вижу вау ух ты ух ты ух ты тянет красиво вау очень красиво так где ты так научилась кто тебя так научил дочу писать пукнула ну ничего иди на горшочек ой мама тебе вчера надула да с блестками да через электронную штуку что так пробуем ооо да и все это такая мелочница так обречет мне жизнь я серьезно говорю просто и все и сразу можно есть и все сполоснул о да я была такая но я не пользовалась ну что ребят еле собралась время уже 7 вечера спина отваливается о секунду а все короче я забрала эту штуку мне нужно куда планшет пристегнуть потому что мне нельзя чтобы Соня сейчас уснулась она сейчас уснет ночью никто не заснет я думаю надо и мультик дороги включить и смотрю думаю а на что цеплять нету я уже все перерыла уже мозг сломала потом вспомнила меняла с Сениной мамой машинами и туда вставляла ее и забыла забрать ну что заехала забрала палочку вручалочка все едем в 9 вечера будем там сначала думала там переночевать но нет я ее ложу спать и сразу поеду обратно я лучше уже сегодня дострессую до конца и завтра спокойно и высплюсь неужели и спокойно и там мне надо еще и поснимать и чемодан собрать чем я завтра еще буду там ехать куда-то если что-то опоздаю это не-не-не-не видишь посылки собирать отсылать завтра до часу только почта это я телуй бабулю дед и дед так здесь тоже есть горшочек все Сонечку уложила я сказала что я уезжаю спросила хочет ли чтобы я ей что-то привезла не знаю насколько она поняла но вроде кивала мы еще подъезжаем она такая деда сразу узнала дом все я говорю нет бабуля деда завтра будет он такой форсмарок получился вообще не должны были завтра приехать но папа папа сейчас в больнице все хорошо и мама вовремя начала пить антибиотики а папа немножко позже и видимо уже инфекция пошла не знаю в общем он пошел вчера проверить стал хуже слышать его отправили сегодня в больницу он пошел туда ему сказали вы остаетесь надо прооперировать операция была недолгая все сделали сразу же в этот же день завтра его с утра уже выписывают вот и да папа завтра будет с утра уже здесь и Соня такая деда я говорю нет там сейчас баба а деда будет утром она такая хорошо все ушла я так что ладно ну как давай я радуюсь конечно же я так думаю блин классно я так хочу отдохнуть разогрузиться только я со своими мыслями да размеренно вот жизнь как когда ты принадлежишь сама себе когда тебе не надо с утра вставать кого-то кормить да это конечно приятные хлопоты но от этого отдохнуть это просто шикарно вот так вот на недельку и я очень этого хотела но все равно когда я сейчас Сонечку оставляю так скрипет конечно став мамой ты уже никогда не будешь прежней я даже не знаю как это описать иногда ты скучаешь по ну не то что старой прежней жизни а вот по вот этой свободе когда ты принадлежишь одна себе я вот помню когда я была одна ну без Сонечки и в какие-то вечера мне в принципе всегда было по кайфу но бывали такие моменты когда я думаю вот они там сейчас у них там семья и вот и ребенок а я тут одна да мне чем бы заняться мне так скучно но это редко случалось в основном я всегда находила чем не заниматься и мне скучно не было но проскальзывала да у меня наоборот проскальзывала как я могла думать чем заниматься сейчас наоборот у тебя в избитке этого вы всегда хочется того чего у вас нет и сейчас в избытке это уж блин а вот хочется когда ты одна когда даже даже если ничем не занимаешься вот просто ты проснулась и нету мысли нет вот что тебе надо каком-то заботиться куда-то бежать и сейчас в избытке это уж блин а вот хочется когда ты одна когда даже даже если ничем не занимаешься вот просто ты проснулась и нету мысли нет вот что тебе надо каком-то заботиться куда-то бежать как-то испытать опять это чувство поэтому мне очень интересно как пройдет эта неделя хочется высыпаться не спеша что-то делать если я устала присесть прилечь стремнуть прогуляться пойти туда пойти сюда не думаю постоянно что да ты устала на сейчас надо кормить кого-то или укладывать кого-то или играть с кем-то или гулять да вот и я думаю что такой отдых просто необходим всем мамочкам все и доехала эти игрушки стоят я просто засыпаю время 12 я думаю сейчас приеду помонтирую ложек почитаю книжку я вот просто сейчас отсюда перейду вот туда и завалюсь спать и проснусь когда проснусь спасибо что были сама обязательно подписывайтесь и мы увидимся с вами завтра мне просто просто вырубает